Если мы полностью исключим углеводы, то у нас просто не будет хватать энергии жить. Перекус должен быть белковым. Люди иногда говорят, да я вроде бы ничего не ем, вот только там перекусила что-то и все, почему я полнее? А вот именно от этого. Случаются в нашей жизни перекусы, когда мы с удовольствием выпиваем чашечку кофе с конфеткой или чай с печеньками. И, как правило, для нас это ничего особенного, мы даже это за прием пищи не считаем. Но именно это причина набора веса. И сегодня у специалиста по питанию, нутрициолога Юлии Антоновой мы выясним, почему именно так. Юль, почему конфетка, она же маленькая, почему килограммов-то от нее получается много? Это все простые углеводы, они действительно ведут к образованию дополнительных жировых отложений. И вот именно от лишних углеводов нужно избавиться. Но очень часто человеку не хватает нормальных углеводов, сложных углеводов. Это овощи сырые, это фрукты сырые, это могут быть орехи. В углеводах также содержится клетчатка, она нам нужна для хорошего пищеварения. И без углеводов нам вообще никуда на самом деле. Если мы полностью исключим углеводы, то у нас просто не будет хватать энергии жить. Здесь вот покажу. Зелененькое – это нормальный уровень сахара в крови. Когда углеводы, быстрые углеводы попадают к нам в кровь, у нас уровень сахара в крови повышается. На это реагирует у нас поджелудочная железа, она выбрасывает инсулин в кровь. Вот, следующее. Сахара много, инсулина выбрасилось много. Инсулин снижает уровень сахара в крови до нормы и ниже нормы. Здесь мы испытываем чувство голода. Значит, почему именно откладывается в жир? Когда инсулин убирает сахар из крови, он не может его просто растворить в никуда. Он его переводит в жир. Даже поэтому маленькая конфетка, маленькая печенька, съеденная нами, она вот прям несколько грамм может отложиться. И это именно углеводы. С белками так не происходит, с жирами тоже так не происходит. Именно с быстрыми углеводами. Просто, если так вспомнить, в течение дня и в течение жизни мы очень много съедаем углеводных продуктов. И в калорийности, вот если посмотреть калорийность, она может быть небольшая в течение дня. Но так как именно много углеводов, вот эти вот скачки сахара, а их в течение дня, может быть, прям их несколько, после каждого скачка сахара у нас несколько грамм жира откладывается, откладывается и откладывается. И люди иногда говорят, да я вроде бы ничего не ем. Вот только там перекусила что-то и все, почему я полнее? А вот именно от этого. А если человек, например, вообще не страдает лишним весом, и у него аппетит плохой, может ли он в таком формате существовать, как раз вот такие вот углеводные перекусы с кофе, чаем, конфетами, вареньем и печеньем? Люди говорят, что я могу есть все подряд, и я не набираю вес. Что происходит и то, чего мы не видим. Когда у нас уровень сахара в крови повышается, сахар в буквальном смысле разъедает стенки сосудов. Визуально мы это не видим. У человека, у которого быстрый обмен веществ, он на нем никак не отражается. У которого замедленный, он начинает набирать вес. Но разрушение сосудов происходит и в том, и в другом случае. И у человека, у которого есть килограмм 5 лишнего веса, но он всегда следит за питанием, он в более выгодном положении находится, чем человек, который не следит за питанием и ест все подряд. Потому что он думает, что для него это безнаказанно, а разрушение сосудов происходит при любом вот таком вот поедании неправильных углеводов. Перекус должен быть белковым. Если нам хочется, чтобы там был какой-то фрукт или ягода, то можно съесть, но белок чтобы тоже был. Что это такое? Это может быть орех. Это может быть, ну, несколько орехов, там, 7-10 штучек вполне для мужчины. Это может быть 10-15. Это может быть какой-то белковый батончик. Это может быть, ну, йогурт или творог небольшое количество. Это может быть бутерброд правильный. Что это значит? Цельнозерновой хлеб с кусочком либо мяса, либо птицы, либо рыбки. Ну, чтобы был обязательно белок. Еще одно очень популярное явление – гликемический индекс. Что это такое и зачем простому человеку об этом знать? Что такое гликемический индекс? Это одна прямо из моих любимых тем. Именно рассказывать про гликемический индекс человеку, потому что многие не знают, что это такое. Это способность тобой или иного продукта повышать уровень сахара в крови. И есть у нас низкий, средний и высокий гликемический индекс. Например, есть продукты, которые поднимают уровень сахара в крови намного выше, чем мы бы просто сидели и ложкой бы ели сахар. И туда, кстати, относятся финики. Если мы говорим про пользу и про натуральность, да, вот прям микроэлементы, они там есть. Но если мы с точки зрения смотрим углеводов и повышение уровня сахара в крови, то у сахара, у сахара гликемический индекс 70, у фиников 146. Такая углеводная бомба просто для организма. Можно ли финикс есть? Да, мы съели один-два финика и через полчаса пошли на тренировку на интенсивную. Или полезли там, не знаю, в горы куда-то, пошли в поход. То есть такая высокая физическая активность у нас. Итак, мы выяснили, если перекусы, то белковые, если углеводы, то по возможности сложные. И если нет лишнего веса, это не повод бесконечно есть конфеты, потому что кроме лишнего веса существуют и другие проблемы со здоровьем. С нами была нутрициолог, специалист по питанию Юлия Антонова. И до новых, Юля, встреч!